Всем привет, с вами Андрей, Мотор Самар Клаб Сегодня у нас 10 июля И мы с Ольгой стартуем на Кавказ На мотоцикле, на вот этом вот мотоцикле, который находится позади меня Так что, в путь, погнали! Только выехав из Самары и проехав с Ирзан Мы повстречали путешественников из Новосибирска Познакомились, они держали свой путь на юг Решили ехать вместе, чтобы было веселее Вот, по Царатовам собрались с путешественниками из Новосибирска Все распиздяи со всей России, Новосибирск-Самара Да, они на юг, мы на Кавказ Оля с нами тоже, там на машинке Вот на безымянской заправке какой-то Заправились, не пойми чем, да, но у нас тут вариантов немного Но дальше едем сейчас Оля нашла родственную душу Что ты, блин? Кути-кути-кути-кути Кути-кути Кути такие маленькие Это вот перепелки, наверное Здесь памлины были в том году Фонтан Это все это, короче, кафе на заправке Под Царатовом Вот наш лукойл любимый В первый день мы планировали доехать до Волкограда Но всю дорогу нас догонял дождь И промокшие и замерзшие Мы решили не упорствовать И переночевали, не доезжая в Волкоград Вот завтракаем Ольга смотрит кино На следующее утро мы приехали в Волкоград и отправились гулять Вот такой вот фонтанчик тут Вкрытая беседочка Тут бассейн Я пожелаю такой номер Это гостиница В ней мы будем жить Во дворике здесь мы мотоцикл поставили Гостишка называется Франк Вот с таким птицем Вот, а это номер мы сняли Вот так выглядит Люстра Тумбочка Тумбочка Кровать Нормальная Словеческая кровать Холодильник Ольга Шкаф Телевизор Аф За что? Вот И даже более-менее приличная ванна По прайсу всего двушки Так что жить можно А самое прикольное то, что Выходя на балкончик Прямо перед нами В километре Родина-мать А из нашего окна Родина-мать видна Прямо перед нами Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прогулявшись по Волгограду, набережной, посетив мемориальный комплекс Мамай-Курган, родина-мать, мы отправились дальше в Листулку. Это был очередной день нашей борьбы с погодой. Догнав очередную дучу, в которой каждые полчаса закрывали небо, мы остановились на остановке, выпить кофе и перекусить. Вот остановились на остановке. Начался дождь. Мы тут спрятались, мотоцикл поставили на остановку. Вот так вот. Остановка неведомого места какого-то. Где-то в Калмыкии. У нас сегодня третий день, который то дождь, который то дождь и холод собачий. То же раз. Да и листы осталось 95 километров. Сейчас мы тут немножко чайку сделаем. Кофейку точнее. Вмандим и дальше поедем. Вообще настроение хорошее. Настрой отличный. В общем, у нас тут вот какао приготовилось. Сейчас мы кофе выпьем. А что там у нас на обед? Легкий перекус. Солбаска. Сыро. Бутерброд и шоколад. Ну вот. Так что нормально мы сейчас перекусим. Наберемся сил, так сказать. И поскочим дальше. Да, Оль? Вот. Олька довольная. Гром вот. Прямо над нами. Вот такая вот туча. Ну что? Спасибо. Всем привет. С вами Андрей. С вами Ольга. Мы в Элисте. Мы в Клабхаусе. Степное братство. Вот. Здесь как бы до нас уже был тысяча человек. Здесь вот наклеечки разных клубов со всей Россией. Обалдеть вообще. Вот она. Пожалуйста. Вся страна. Вся страна. Вот такая вот штука. Очень уютное место. А самое классное. Нас сюда пригласил дядь Коля. Это очень классный мужик. Который очень отзывчивый. Он нас позвал. Встретил на трассе. Вот. Остановился. Он ехал на машине. Говорит. Вы откуда? Вы куда? Мы говорим. Мы на Кавказ. Он говорит. Есть где переночевать? Я говорю. Пока еще нет. Ну мы по обстоятельствам обычно ищем. Он говорит. Приезжайте к нам. Вот вам адрес. Говорит. Приезжайте. Там все дела. Все будет. Ну вот мы приехали. Соответственно. Вот мы на байкпосте. В Элисте. Огонь. Ну вот. Соответственно. Мы познакомились под Элистой. С ребятами из под Твери. А какой город? Короче Талдом. Московская область. Самый северный город Московской области. Вот. Ребята тоже туристы. Едут на Эльбрус. Вот. Ребята огонь. Выручили. Вот. Так что. Мы поднимаем стаканы. За знакомство. За встречу. За встречу в Элисте. И за дальнейшее успешное путешествие. Ура. Ура. Крути барабан. Сбудутся все мечты. Все твои мечты. Воль. Слышишь? Шанхай. Помаши ручкой маме. Да прям подержитесь сильнее. Воль. Ура. Нагулявшись по Елисте, купив сувениров и покатавшись на гроблюдах, мы выехали в Пятигород. По пути снова встретили путешественников из Нижнего Новгорода. Водитель оказался мой тезка, тоже Андрей. Вот встретили путешественников Нижний Новгород, вот едут тоже. Куда? Кисловодск, вот. Стоим рядом с горами, вот они уже начинаются, там вот Пятигорск, где-то там вот среди гор, и скоро мы приедем тоже туда. Вот, все. Да-да-да, вид потрясающий. Да, встретились по Волжье все. Вот это Ольга стоит. Это Харли Дэвидсон Дуня стоит, который нас привез сюда, а вон там горы стоят. Мы не доехали чуть-чуть до Владикавказа. Остановились пофотографироваться. Красота! Едем из Элисты. Очень красиво тут. Ольга красивая. Вот. Но горы, конечно, огонь. Вот и я. И Дуня, и Оля. Мы втроем! Ну все, поскакали. Готово, птичная. Ого, так. Ты успевался, да? Да, конечно. Успокойся. Войди я, войди я. Ай да ты, молодец. Посмотри там. Вечер, вечер. Тебе все и ты поделешь. Вечер, вечер. Будет лицами ты должен. Вдалья. Снима дорога. Наконец погода наладилась, и мы уже получали намного больше удовольствия от поездки. Впереди нас ждал Кавказ. Мы приехали в Пятигорск. Хотя Пятигорск встретил нас обломом, а точнее отказом заселить нас в гостиницу, где мы забронировали номер. Ничто уже не могло испортить наше настроение. Мы ждали этого целый год. Мы приехали в Пятигорск. Вот здесь мы будем жить. Ольга устала, ей не нравится, что жарко. Вот такой вот парк рядом. Гостиница. Там наверху смотровая площадка. Отсюда, конечно, не видно. Геленджик. Ой, Геленджик. У меня все в голове Геленджик. Видео снимаю. Город Пятигорск. Почему Пятигорск? Потому что между горами. Такие красивые дома тут всякие. Старые лечебницы. Родонные. Родонные ванны. Очень красиво. Здравствуйте. У меня все эти часы. Это для обмены. Пирование. пиолова арфа видно конечно не очень но в целом вот она такая наверху на горе стоит здесь вот такие ступеньки к ней ведут вот так потом туда потом снова туда зигзагом поднимается на самый верх здесь вот такая парковая зона кафе рестораны туда вниз тоже всякие лестнице уходят такая вот красота туда вниз вот такая дорога идет там внизу уже пятигорска вот не доезжая 50 километров до эльбруса мы решили поснимать немножко въезжаем в дождь нагулявшись по пятигорску набравшись свежих сил мы двинулись дальше наш пункт лежал на и в грузе снова дождь сменял солнце но нас несло и ничего уже не могло остановить и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok